Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, подружки! А я сейчас видела невесту. Хорошенькая Димовочка. И, похоже, на одну из нас. Интересно, кто же за нее будет бороться? О, генеральный директор Равиль, спортсмен и бизнесмен Рустем и поющий диджей Радик. Ну, давайте сначала посмотрим на невесту. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте! Меня зовут Ксения. И сегодня я докажу, что у любви нет границ. А в этом мне помогут мои подруги Рината и Алиса. Проходите, девочки. Ксения 22 года. Один кавалер сбежал после третьего свидания, другой сделал предложение руки и сердца, подарил кольцо, а на следующий день отменил свадьбу. Ксения получает профессию психолога. Ведет колонку в глянцевом журнале и помогает маме в брачном агентстве. Мечтает выйти замуж. Гордится тем, что делает три хороших дела в день. Признается, что поздно встает и не гладит свою одежду. Предупреждает, что в выборе жениха будет целиком полагаться на мнение мамы. Ксения никогда не полюбит мужчину с прошлым, потому что будет ревновать его к бывшей жене и детям. Вылет замуж за здорового, состоятельного молодого человека с высшим образованием и добрым сердцем. Роза! Прямо как в нашей русской сказке. По щучьему велению, по моему хотению. Сколько всякой прелести. Бедная, ноченьку не спала. Ноженьки оттоптала. Рученьки все вот... Ой, боже мой. И как честный человек меня предупредила. Говорит мне гримерка. Василиса не обедала и не обедай сегодня. Так сказала таинственно. Какая молодец. И доченька ты ей помогай. Невеста все приготовила, принесла. Представляешь, я всю ночь готовила, представляешь. Ух ты! Дай салфетушку. Да, конечно. Ну, пожалуйста, передайте. Держите, девочки. Ой, Роза, спасибо большое. Ну, мы не с пустыми руками, мы, конечно, и букеты принесли для ведущих. А я уже знаю, какая умничка, а. Видишь, какая умничка. Цветы принесла, смотрю. Девчонки, молодцы. Спасибо огромное. Ну, походу будем это... Сюша, а когда первый раз ты к нам пришла, почему без вот таких вот так стол не накрывала? Был стол, просто он был скромный. Как? Ты что, забыла? Ну, стол был, конечно. Постромнее, постромнее. Постромнее был. По жениху накрывали. И ведь не, ну, когда-то претендентка, а сейчас уже главный, сейчас уже надо умаслить вас. Конечно. Роз, сегодня я на себя беру, да, основную роль. Ты сиди, просто красуйся. Диала, все же, ну, не попрос. А тогда тебя выбрал жених? Да, тогда меня жених выбрал, но у нас не сложилось. Рассказывай. Мы с ним встретились несколько раз, но свидания были таковыми, что ему было интересно узнать про мою маму, чем про меня. То есть, где работает, чем занимается. А интересовала как женщина, или ты думаешь, что там какие-то деньги? Нет, больше интересовала как капитал. То есть, он же, он же, спасибо маму, он же занимался квартирами, то есть, и как бы это можно было соединить, вложить в свое или наоборот. Слушай, давай так, честно, я-то знаю все, о чем мы говорим в гримерках. А ну-ка, расскажи-ка историю, как ты его к бабушке-то, на проверку. Ой, это было совершенно неожиданно. А мы сейчас оценим, давай, давай. Случайно вышли. Случайно. Да, конечно. Мы решили его проверить. С какой мамой розой случайно. Рассказывай, как случайно вышли. Мы решили его проверить. Повезли его к бабушке в ремонт. Там вот так вот обои, все ужасно, спит на кушетке. Три квадратных сантиметра. Три квадратных сантиметра. Пылище-вонище. Да, да, да. У кого это вонище? У бабушки. Он приезжает в эту квартиру и смотрит. И у него просто глаза бегают. И он мне задает вопрос. И тут живет твоя бабушка? Я такая, у меня было такое ощущение, что здесь что-то в квартире не так. И у него так сразу, ой, знаешь, у меня, заторопился, у меня дела, знаешь, вот, ты же знаешь, я на машине друга. Говорю, да, 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 Артурчик, иди, иди. Я не возражаю. Мы с ним ради прилич 15 минут посидели и разбежались, как сказать. Может быть, он напрягся, что вы его сейчас попросите поменять эту маленькую квартирку убогонькую. Или ремонт сделать. Или ремонт сделать, да? Ну, почему бы не помочь? А если бы мой сын пришел и рассказал бы, что вот познакомился с Розиной дочкой, а она его сказала, ой, Георгий, быстро делай ноги. Ты еще только два дня с ней знакома, а тебя уже как грузят. Да и Роза бы тоже сказала, а что ты захотела-то? Так что, девочки, первое. Это ваш косяк, сознайтесь. Да. Ничего не косяк, очень даже. Слишком рано проверки. Зато проверили, зато проверили. Ну, не через два дня проверка-то такая. Ну, как через два, через неделю. Как ты думаешь, Розик? Я бы думал... Смотри, о проверке, после третьей даже. Я бы думал, здесь татарская хитрость поймет, что это проверка, и как-то выкрутится из этого положения очень быстро. А второй жених, вот с которым прям уже была любовь, уже жениться собрались, который сзади, да, с кольцом история. Это такая волшебная история. Он меня искал в интернете, увидел передачу с моими фотографиями, мама ходила. Начал искать, нашел телефон, звонил, просил свидания у мамы лично, потом у меня просил. Мы с ним встретились. Молодой? Молодой. Красивый? 27, я не знаю, молодой. Ну, татарь. Молодой, ну, татарь. Ну, там он симпатичный, почему? Ну, мне понравился. То есть с высшим образованием, свое дело, то есть не сидит у родителей на плечах, то есть занимается своим делом. И проходит, можно сказать, полтора недели, и он решается сделать предложение мне. Да что ты. Да, зовет маму, зовет сюда, скажем, семью. Да не так, там не так было, давай я расскажу, не так там было. Ой, ну, тебе лучше знать ты, что ли, была там? Ну, а как же. Ты же сама его привела, он пришел к нам. Говорит, Розраев, ну, можно вот в субботу вы свободны? Хочу познакомить вас с родителями. Говорю, ну, в принципе, это тоже неплохо. Дело хорошее. Дело хорошее, да, встречается, общается, он мне нравится, сестра тоже понравилась. И вдруг, ну, это как бы не вдруг все это происходит так, на волне, а он встает и просит у меня руку и сердце Ксении. Вы как будто не ожидали, говорите, ой, боже. Как приятно. Не ожидали. Да нет, нам надо подумать. В принципе, ну, я посмотрела, родители очень хорошие, мы как-то все хорошо сидим. Я говорю, да я не против. Кольцо мне подарок, все, чин-чином. А на селе, селе, кольцо подарили. Да, золотую красивую подвеску с хорошими камнями. Ксении тоже дорогое кольцо бриллиантовое. Прямо молодец, вкус есть у молодого человека, у родителей тоже. Ну и все, мы уже начали обсуждать свадьбу, списки, деньги, кто, кто за что и там, и как, где будем это. А на следующий день он, извините, папа звонит, не сын звонит, папа звонит и говорит, вы знаете, мы типа передумали, ну, смысл такой, не Ксюша, здесь вообще я оградила от этой темы ее. Но он говорит, нам, ну, Ксении не подходит. Я говорю, ну, типа, была бы честь предложена, подходит, не подходит. В разумительного на мой вопрос и ответ, что случилось. Он промяукал, именно это мяуканье было по поводу того, что у вашей дочери слишком много подруг. Я говорю, ну, в принципе, она умеет у меня дружить-то, в общем-то, все дети на моих глазах выросли. И вы предупредили, что подруг много. Ну, в принципе, дело какое-то, ну, такое молодое. Ну, за сегодня хочу, завтра не хочу. А они что, ты с подругами ходила по ресторану, он вас всех угощил? Нет, нет. Или подруги выпрашивали у него какие-то подарки? Нет, совершенно. Тогда какая мурация? Хорошо, что много подруг. И что? Ну, ты бы сказал, да, ну... Короче говоря, я говорю, хорошо, ладно, пускай он сам, этот Родион, звонит и объясняет, потому что очень ситуация непонятная. Родион, конечно, звонить не стал. Через два дня я звонила, спрашивала, говорю, что случилось, не случилось. Трубку не поднимали, говорю, бог с вами. Я говорю, Ксюня, неприятная ситуация. Но мы не в накладе, у тебя бриллиантовое кольцо, а у меня подъезд подъезд. Нет, он же просил вернуть кольцо. А потом начались звонки. Верните деньги за ресторан, что поели, верните бриллиантовое кольцо, верните подарки и так далее. Если ты даришь подарок невесте предсвадебный подарок, то ты не должен его забирать в любом случае, ни в коем случае. Я возвращала свои подарки, я не вернула ресторан, понятно, что это нет. Но я его заставила прийти, написать унизительную расписку по поводу того, что я такой-то, такой-то родился. Хорошо, понятно, Родочка. А как ты объясняешь? Ну, понятно, ты оградила Ксюшу, она понятия не имеет. А тебе как кажется, что произошло? Почему вдруг за день такой был размах? Мы почитали кольцо, мне сестрица, несостоявшаяся, ну, свати моя, она сказала, мы почитали в интернете про вас и про вашу дочу и поняли, что слишком вы скандальны. Я говорю, а когда вы делали предложение, ну, я точно знаю, что вы интернет весь перекопали. Там много чего написано. И, конечно, мне обидно, что читают. Может быть, это была часть их собственного пиара? Может быть. Второй момент, были нюансы, когда мы обсуждали, кто придет на свадьбу, мне не понравилась такая ситуация. Допустим, у меня спрашивают, говорит, Андрюша Малахов придет? Я говорю, а при чем здесь Андрюша Малахов на свадьбе? Он-то здесь при чем? Не родственник, никто. Он говорит, ну, нам было приятно, если он у нас будет. Это сегодня называется парасчет. Поэтому им в их ситуации нужно быть предельно внимательными, чтобы не воспользовались тем, что они все-таки поблизнее люди, что их показывают по телевизору. Роз, я как мать тебя понимаю. Конечно, ты одна на десяти работах, жила себе рвешь для того, чтобы дочка ни в чем не нуждалась, для того, чтобы у дочки все было и приданное. Ты женщина при уме. Я тебя знаю, как мне кажется. Конечно, ты расстаралась для Ксюши. Все у нее есть. И, конечно, ты ее хочешь от всего уберечь. Ты хочешь, чтобы она вышла за мужчину, который понравится тебе, который будет приносить, который будет заботиться. А если она будет ложиться с ним в кровать с таким хорошим, а ее тошнить будет. Но она, потому что мама сказала, ничего, через 40 лет поймешь, что это лучше, чем быть одной на пенсии. И дети уже выросли. Это ее жизнь, Роза. Так она должна пройти, ты мешаешь. Ты мешаешь, Роза, ты сама этого не понимаешь, но ты мешаешь. Дай возможность Ксении выбрать того, от кого она захочет родить детей. Любовь и желание оберегать ребенка своего, да? Конечно. Оно должно иметь границы с любовью. Она же понимает, что... Она понимает, что... Может посоветовать, да, но главное не навязывать, не переборщить. Я за то, что свои должны выбирать свои. Ну ты такие рамки ей вызвала. Да какие я рамки? Вот такие, вот, например, татарин, чтобы у него было вот это, пятое, десятое, родители и семьи. Но не в этом счастье. Но не в этом счастье. Я что хочу сказать. Ксения, мое сокровище, доченька. Я все сделаю для того, чтобы у тебя все было хорошо. Ты это прекрасно знаешь. Люби за всех. Ну и радуйся жизнью, а все остальное самоте. Ой, Роз, наслаждаться по правилам очень сложно. У меня соседи, он татарин, Рустем, и у него жена Ирочка русская, и сын Мурадик, который вырос у меня прямо на глазах с Лелькой. Я мечтаю, чтобы мои дети поженились. Лельке 13 лет, правда, всего. Потому что мы прямо вот соседи нос в нос. Лариса, ну у него папа тоже был православный. Вот и все. Поэтому вот тебе мое мнение. Мамочкина, прислушивайся. Ну, не всегда стоит. И что звезды? Год хороший наступил, 2014-й. И возможность встретить мужчину, который хотя бы заинтересует, точно есть. Я считаю, что сегодня, Ксения, тебе нужно прислушаться к своему внутреннему чувству живому, посмотреть, кто действительно нравится. Ты человек норовистый. И я понимаю, что мама пытается командовать, но не очень-то мама раскомандуется, и непонятно, кто кем в браке будет командовать. Я имею в виду мужчину. Поэтому выбирай, пожалуйста, себе молодого человека, не слишком мужественного, не слишком задиристого. Тебе нужен тот, в котором будет потенциал мягкости. Это не значит, что им можно будет командовать, но просто это значит, что он не будет ударом отвечать на удар. Ну, я иногда сглаживаю обстоятельства, ситуацию. Сглаживаю? Да. Алисочка, ну и вот до вас вопрос дошел. Ждала, ждала. Вы ведь у нас познакомились на программе с мужчиной. И у вас скоро свадьба. И у вас с ним все хорошо, и у вас большая любовь. Почему не пришли к нам на юбилей? Я лично, вот просто как... Это моя обида на вас. Лариса, я прям прошу прощения, если, конечно, лично обидела. Лично обидела, да. Лариса, просто я впервые в жизни поняла, что есть какие-то такие отношения, очень трогательные, такие дорогие, что я готова молчать о них на весь мир. Правда. Мне настолько не хочется делить... Вы знаете, после программы было так много реакций как раз-таки на мое появление здесь. Вы знаете, процентов 80-85 было... Пришла попиариться, конечно. Пришла там... Вот только чтобы закрыть рты тем людям, которые считают, что если к нам приходят звезды, то у них так все мармеладно-шоколадно, что им не нужны партнеры по жизни, им не нужна любовь. Вот только на вашем примере, то, что вы у нас познакомились, и у вас так все хорошо, и вы боитесь сглазить, и вы боитесь людской огласки, и людских оговоров. Вот только чтобы им это показать, я вас ждала честно до последнего. Ну хорошо, я думаю, что с ребеночком уже к нам на следующий юбилей придете. Хорошо. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ксения. Встречайте первого жениха. Ну да, красавица. Привет. Меня зовут Равиль. Очень приятно. Спасибо. Красавица. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Равиль, 23 года. Генеральный директор строительной компании. Прыгает с парашютом, гоняет на машине и занимается каратэ. Признается, что воспитывался в спартанских условиях. В будущем мечтает переехать в Майами. Предупреждает, что у него есть любимые братья-дебоширы, которые плохо на него влияют. Расстался с девушкой, потому что та постоянно следила за ним и устраивала сцены ревности. Надеется, что Ксения будет верить каждому его слову. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас там ожидают выхода. У нас там сюрприз начинается сначала, так скажем. Здравствуйте! Встречайте! Встречайте het! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Мы уже положили глаз на нашу невесту. И вот первый колым. А когда будет потом? Слушай, но это же ее формат. Это же оченьgh unlocked. Это кататские традиции, да, сразу? Равиль, очень хорошо, с правильными вы пришли сватами, ну вы знаете требования, Роза, полная семья, полная чаша, на правду, на правду, поэтому всему ли вы соответствуете? Ну, все, что требуется, все есть, полная семья, очень интеллигентная семья, видите, подтверждает, узнает. Роза, вообще с вами родом откуда? Родом с Казани, в Казанске. А вот Роза всегда говорит, что казанские татары заточены исключительно на деньги. Неправда. Казанские это душа, московские больше заточены на деньги. А что подготовили для невесты-то? Квартира, где жить, кстати, я считаю, что моя Ксюша должна жить у мужа. Вот, кстати, под передачу, не знаю, так совпало, купил квартиру. Что вы говорите? Да. Очень хорошо. Сейчас благополучно делаем ремонт, а так, в принципе, ну, это моя квартира, это куплено за мои деньги. А жениться вы готовы? Ну, да, уже все. А так, у семицы и квартиры... Мало того, вы жениться готовы на татарке, а тренировка у вас была совместного проживания с русской? Нет, совместного проживания не было. Да? Было просто общение. Просто встречались. Сколько по времени? Восемь месяцев. А если бы захотели на ней жениться, родители бы не были против? Были бы. Ну, вы взрослый мальчик, вы сами зарабатываете деньги. Да, я не спорю, но... Вы сами все решаете. Я не хотел бы конфликтовать. Нет, а мне не хотелось бы, чтобы вы женились по настоянию матери на татарке, а гуляли бы с какой-нибудь Валькой. Нет. Понимаете? Мама молодец, да? У него, получается, мама, что ли, в голову? Смотри, видишь? Смотри, как у них получается, смотри-ка. Вот, а если возвращаясь к вашей бывшей девушке, к русской, с которой у вас был роман «Восемь месяцев», это было все серьезно, как вам казалось? Нет, это было вообще изначально, чего начиналось так, что мы просто дружили. Потом как-то что-то щелкнуло, переросло, и попробовали повстречаться, так скажем. Ну, а потом поняли, что особо не подходим, потому что девушка особо очень ревнивая. Но, с другой стороны, сильная любовь, она порождает ревность. Чем больше ты любишь, тем больше ты ревнуешь. Ксения первое поколение, которое гуляет по буфету. Ксения девушка состоятельная, мама все для этого сделала. Поэтому у Ксении на вопрос дашь? Я не беден. Всегда получает? Да, конечно, дочь. Все для тебя. На свой возраст, пока что я не беден, слава богу. У Ксении не очень хороший характер, я вам открываю. Потому что то, что не получила в своей жизни, мама, она все отдала Ксении. Дети неблагодарные. Дети думают, что так и должно быть. Вы готовы? Да, готов, но в плане того, что будут искаться компромиссы. Полностью на уступки я не пойду. Буду. Понимаете, то, что Роза ко всем невестам, которые приходят, говорит, а что ты хотела? Ты жена, ты замужем, ты должна быть кроткой, ты должна быть молчаливая. Ее это дочери не касается? Мне это такая дочь не нужна. Только Ксюша один раз придет со слезами в глазах, мама разбираться не будет, кто виноват. Голова ваша будет, понимаете, как галька по морю. Так, туп, 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 лететь до самой Казани. А мне молчаливые не нужны. Мне нужна, чтобы вот именно перчинка была, потому что так скучно жить. Мужчина может женщине позволить о чем-то мечтать, что-то может ей дать. Но предел мечтаний, граница мечтаний должна быть. Здесь такого, заздаи мне звезду с неба. И что, замерзнуть в космос в полицию, что ли? Равиль, а по поводу жены правильной татарки, скажи, вопросы одежды. Ты будешь как-то регламентировать длину юбок? Ну, это, мы живем в 21 веке, как бы, одежда. Я тебе говорю, это, ну, не мешает. Нет, это не мешает именинству в правильном поведении. Алиса, а у тебя русский татарин? Русский. Ну, в этом отношении татарин. Ну, понятно, что мини-мини-мини юбки нам не допустим. Равиль, хочу спросить, не пугает ли вас такая теща? Потому что кто-то слетается, как бабочки на свет на известную персону, а кто-то, наоборот, видя розин характер непростой, боевой, может забояться. Если честно сказать, у меня такая мама. Тебе как, вот, твои отношения? Да, абсолютно никак. Я не стремлюсь к тому, что у меня теща была телеведущей, да, известным человеком, популярным. Равиль, а я хочу очень внуков, собственно говоря. Сколько? Ну, вот, скажем так, двоих я прямо вот хорошо бы, ну, а там, если Аллах даст троих, ну, много тоже, не надо. А вы готовы с ним сидеть? Я? Конечно. А что это я с ним должна сидеть? Интересно. Ну, если хочешь, будешь готова платить за это? Нам очень важно, кстати, чтобы та родственная сторона тоже сидела. Нет, ну, обоюдно, вот, две бабушки собрались. А что значит сидеть? Сейчас вот протестировать. Вы говорите, кто будет сидеть с внуками? Ну, да. Подстрахую, когда надо. Ксюшке объясню после рождения ребенка, что с собой, как надо фигуру сохранить, чтобы быть желанной для мужа. Но мне бы хотелось знать, а вы-то к детям готовы? Принесите мне, пожалуйста, мой первый тест для жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где моя булава? Колье принесите. Да. Это уже интересно. Какой тест? Интересно. Равильчик. Значит, ну, дядя Степу, ладно, не буду заставлять читать. Ну, знаете, да, про дядю Степу? Так, а вот. Это, так. Репка? Да, значит, так. Дядя Степа, колобок, русский сказок. А вот, давайте быстренько. Репка. Значит, представьте, я ваш ребенок. Ну, мне все равно. Хотите, буду мальчиком. Хотите, буду девочкой. Значит, вот почитайте мне, там, пап, почитай мне сказку, пожалуйста. С выражением, чтобы прямо от души. Можно спросить? Да. В какой момент читать? Когда ребенок спать ложится? Одной интонацией. Да, давайте я спать ложусь. Я спать ложусь. Посеял деда репку. Выросла репка небольшая, а золотая. Вот. Что там у нас у нас? Пошел дедка репку рвать. Не хватило сил. Схватился раз, схватился два. Не получилось. Ты так читай, там, текста другой, там, совсем. Ну, ладно. Пошел дедка репку рвать. Схватился за репку. Тянет, тянет, вытянуть не может. Позвал дедка бабку. Следующий. Бабка за дедку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Хорошо. Виктор, спасибо. Ты проверяла, умеет читать или нет? Я тоже что-то не... Ну, ладно. А теперь расшифруй, пожалуйста. Я проверяла. Первый раз такой тест вижу. Значит, во-первых, конечно, с выражением. Ну, я понимаю, что детей нет, но как-то это. Только здесь вот как было написано-то, понимаешь? Я специально книжку такую... Прибежала тявка, тявка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку. А ты рэп сможешь? Или рэп можешь прочитать это, да, Витя, Радик? Можно. Почему нет? Послушай, будут дети. Он сам еще пацан 23 года читать вчера научился. Что ты хочешь? Показывайте сюрприз, который приготовили. Прошу на сцену. В российских традициях подарок дарят к семье. Что самое главное в семье? В семье главное... Медведя. И секундочку. Боже, Боже. Я не успел договорить на самом деле. Только не это. Но медведь это, к счастью, здоровье семьи. Вот такой большой. Я не думаю, что ты его унесешь. Что она будет с ним делать, он выше нее. Спасибо большое. Проходите в свою комнату. А медведя куда? Сюда. Давай. Да, спасибо. А то навернешься. Дай я тебе руку пожму. Засмелась. Молодец. Ксения, просто завтра с вещами, с чемоданом жду. У меня адрес позднее. От мамы завтра же. Бегом. Хороший парень. Роза. Ну, Равель мне тоже понравился. Им даже хороший я. Там тоже по информации генеральный директор, строительный. Это нам как раз, Ксения, строить надо. Говорит, дом. А? Теще понравилось. Теще. Сама против. Теще говорили. Неужели. Он серьезный молодой человек. Мне очень понравился. Но я понимаю, что прислушиваясь к родителям, он от их прямого давления способен очень-очень страдать. То есть в отношениях, когда он уже женится, во-первых, ему категорически противопоказан брак по сговору. Он должен действительно влюбиться. Иначе будет гулять. Потому что Луна в соединении с Сатурном в Козероге, в квадрате к Солнцу, его жесткие нормы, и в том числе традиционные, всегда будут выводить на внутренние противоречия. То есть если его заставят жениться, он послушается в первый момент. А потом после этого найдет какие-то лазейки. Никому из присутствующих здесь это не нужно. Как и все мужчины. Более того, он способен быть любвеобильным, нежным, и действительно ему это живое чувство нужно. Если в семье не будет любви, доберет на стороне. Поэтому, Ксения, выбирать его можно и нужно, но это вот тот самый жених, с которым родители и с одной и с другой стороны должны сделать шаг в сторону. И его собственная мама, кстати, тоже. Мама у тебя современная, так что все в порядке. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Ксения. Встречай второго жениха. Удачи. Привет. Меня зовут Рустем. Спасибо. Жанн Берген. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Рустем. 33 года. Владелец компании по грузоперевозкам. Мастер спорта по амрестлингу и силовому троеборью. Играет в татарском театре. Гордится тем, что родился в Париже. Признается, что никогда не заглядывается на красивых девушек в мини-юбках. Три года ухаживал за возлюбленной и ждал благословения ее родителей. Но они нашли ей более выгодную партию. Рустем надеется, что Ксения прислушается к своему сердцу. Здравствуйте. 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 Это букетик вам. Спасибо. Это вам. Спасибо, дорогой. Спасибо. Кстати, я еще не до конца подарочки свои подарил. Да. Вот здесь вот Мишка будет для вас петь. Вспоминай. Прекрасно. Боже мой, по татарски поет о медвежонах. Да, слезы, Рустем. Пока не споет, не закончит. Что, бандалка? Бандалка. Бандалка. Нажми ему на руку, пожалуйста. Попробуйте на лапку нажать. Не пойдет, я думаю. Нажми на лапку. Нажми. У вас ведь был опыт с девушкой, за которой вы ухаживали несколько лет? Да, был. Почему не женились? Есть такая пословица, что аппетит приходит во время еды. То есть сначала вы делали подарки от всей души, а потом захотелось подарков чаще, дороже и уже можно и без души? Ну, наверное, может быть, да, вы, наверное, правы, наверное. Она просила, значит, чтобы дочери, то есть до свадьбы была куплена квартира в Москве, в которой дочери была бы выделена доля. Уже такие загоны сразу. Ну, это просто, чтобы себя обезопасить на всякий случай. Такой расчет полный. Да. Я хочу, наверное, такой холодный расчет. А как вы считаете, в какой момент она об вас разочаровалась? Почему стала настраивать дочь против вас? Может быть, в тот момент, когда узнала, что у меня нет жилья в Москве. А у вас есть сейчас жилье-то? У меня есть жилье, но оно не в Москве. Есть квартира на моей родине в Челябинск области, в Магнитогорске. Дочку отпустишь в Челябинск? В Челябинск нет. Почему? А Ксения является владелицей начинающего брачного уже бизнеса. Поэтому я хочу, чтобы дочка находилась рядом со мной, внуки тоже, извините, я в Челябинск не налетаюсь. В общем, все для своего собственного удобства, Роза. Твой бизнес должна продолжать. Дочка нравится ей это или нет? Нет, а ей не нравится. Внуки должны быть рядом с тобой, но еще бы она сказала, что ей не нравится. Лариса, вы понимаете, честно, а ей же не все привезли к кассе. Нет, Лариса, я объясню. Права, не права, не знаю, но это моя позиция. Если бы моя дочка была косая, горбатая, кривоногая, 30-летняя дама, страшная, то, наверное, без приданного, без всего, необразованной, тогда бы да. Ну, тогда Челябинск. Ну, она жесткая по отношению к тем, у кого ноги кривые. У кого ноги кривые, глаза косые, да? Конечно. У вас ведь был ранний брак с татаркой? Нет, супруга у меня была русская, нам было по 19-20 лет. Детей не родилось в том браке? Да, родилась дочка, у меня есть дочь. Сколько ей? Дочери 14 лет. Как вам такой сюрприз? Нет, я, как бы это ни звучало грубо, я не готова рушить жизнь других детей. Мы эту тему обсуждали, и я согласна с своей дочкой, что нечего делить, извините, пожалуйста. Мы не с детьми замуж выходим, поэтому все, что есть ваше, наше, нашим внукам, а не кто-то там это. Извиняйте, пожалуйста. Так, я так понимаю, этот жених уже в пролете? По-моему, да, 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 потому что ей уже не нравится, что у него была история. Короче, один конкурент, не конкурент. А вы в Париже родились, правда, что ли? Да, в Париже родился. С ума сойти. А как туда родителей забросила судьба? Судьба, мама. И чётки, это в Подчелябинском есть такой городок или деревня, да, по-моему? Село Париж, Челябинская область. Там даже есть своя эфелевая башня. Да. Это моя родина, где я родился, вырос. У нас своя эфелевая башня есть. Сейчас вот планируют построить кафе Мулен Руш, но осталось только Бонапарда Наполеона свой вырастить. Спасибо. Покажете сюрприз? Да, конечно. С нетерпением сделаем. Здесь на сцене 32 килограмма гиря. Русем, скажите, а вы ведь мастер спорта? Да, мастер спорта. Какой вид? По армрестлингу. Борьба на руках. Браво. Поскольку стола здесь нет, с кем бороться, я здесь в аудитории не вижу, с кем бы мне можно побороться, продемонстрировать. А со мной, пап, слабо? Легко. С его розой аж мимика лица изменилась. Может, не надо? Ну ладно, давай теперь. Вот пальцем. Вот мизинцем сложен. Это да, это молодец. Команда будет рэдди-гоу. Как только я даю команду рэдди-гоу, ваша задача – завернуть мне кисть и всем использовать весь свой корпус. Положить меня, постараться выиграть. Хорошо. Вы готовы? Готовы. Рэдди-гоу! Борьба, Борьба. Да-да, давай по-настоящему. По-настоящему. Давай по-настоящему. По-настоящему. Давай, давай, давай. Хар! Вот вру, на. Серьезно? Да ладно, ладно. Ладно, ладно. Роза, 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 останьтесь, смотритесь, потрясающе. А ну-ка поближе друг к дружке. Роза, я считаю, надо брать. Твой любимый цвет, размер и возраст, конечно. На самом деле, это не все мои таланты. Я, так же, как и любой татарин, у которого душа открыта, умею петь. Немножко, но умею. Давайте ждем. Пойте. Браво, браво, девочки, возвращайтесь к нам. Рустем, огромное вам спасибо. Вы со своими друзьями в свою комнату. Спасибо. Что скажешь, Алиса? Я вот прям вот вижу наши пятничные вечеринки. Мы с подружками. Ну, например, он твой муж. Ты представляешь, вот это будет. Козлар, козлар. А сейчас, смотрите, папа поднимает дверь. И мы обязаны будем восхищаться. О, уже в 50-й раз. Русик, ты крутой. Нет. Девочка, он тут сидел, мне подмигивал. Вы что? Да, и я это видела. Слушай, ну это подмигивание было, ну это никакой, не намек никакой, абсолютно. Встречай третьего жениха. Привет всем. Я очень рад, что здесь ощутился. Всегда был горд за татарскую красоту. За то, что девушки у нас такие красивые, милые, привлекательные. Спасибо. Спасибо. Проходите. Радик, 27 лет. Поющий диджей. Занимается организацией национальных татарских праздников. Гордится своей семьей. Признается, что из-за своего эгоизма поссорился с близкими родственниками. Предупреждает, что не умеет делать комплименты. Радик полгода назад расстался с очередной девушкой. Но она до сих пор не оставляет его в покое. Звонит по ночам и отпугивает новых поклонниц. Радик надеется, что Ксения не испуглива. Здравствуйте, Радик. Здравствуйте, дорогие ведущие. Я хотел бы сделать вам небольшой подарок. Приятная. Роза Ханум. Розовые розы. Рахмяк. Логично. Ларисе. Рахмяк. Тёщу надо с первого дня подхвастить. А это потенциально тёща, тем более. И Роза Ханум. Вам вот это вот чудо татарской кулинарии приготовила моя мама. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Отношения стала вашим. Рахмяк. Молодец, подготовился. Ваши отношения не были продолжительными. Непродолжительными. Да? Ну, сложно сказать, почему отношения были непродолжительными. Встречался с девушкой. Поначалу всё нравилось. Но в ходе нашего общения я стал замечать странное поведение с её стороны. Это были какие-то непонятные интриги. И она выдумывала каких-то персонажей, которые якобы за ней ухаживали, дарили цветы, писали любовные послания. Всё это она выставляла. А это знаете для чего? Я понимаю, она пыталась вызвать ревность. Ты видишь, как меня все любят. Ты видишь, как меня все хотят. Посмотри, какие они пишут мне записки. И ты обязан меня любить, хотеть. Вот такие же писать признания в любви. Это такой женский ход. С моей стороны это смотрелось лишь как чрезмерная навязчивость. И меня это стало отталкивать. Также был неприятен тот факт, что она банально кружит мне мозги, кружит голову уже на этом этапе нашего общения. А что же будет дальше? То есть у вас здесь ничего не было? В плане? По-взрослому. По-взрослому нет. Понимаете, это противоречит нашим устоям, нашему воспитанию. То есть вы девственник, так же, как и Ксюша. Это приятно. Это очень приятно. А что же вы такой козырный в шоу-бизнесе? А признаете, что не умеете делать девушкам комплименты? Не то, чтобы не могу делать комплименты. Иногда, возможно, я их не делаю, когда... Но сделайте мне комплимент. Вы очень хорошая... Теща. 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 У меня нет слова. Хорошо. А дочке моей... Да, комплименты вы не умеете делать. А дочке моей сделать? Как будете радовать себя? Я когда пришел на программу, увидел в мониторе нашего телевизора в комнате Ксению, мне она очень сразу пригляделась. Она яркая девушка, красиво одевается, некрасивая, очаровательная улыбка, красивые глаза, добрые. Аравиль, у тебя появляется конкурент. Да ладно. У Аравиля нет конкурента. Вот появляется. Правильно, брат. Смотри. Я вам хочу сказать, что Ксения, конечно, прекрасная девушка. Но она не ангел. И с ней нужно будет договариваться в браке. Вот в чем точно не сможете договориться? Какие вопросы для вас принципиальны в будущей семье? Я знаю, что все люди не идеальны. Я и сам... Нет, вот прямо конкретно. Точно не будет ноги мыть и воду пить не будет. Этого я не требую. Я стабильный Соня. Для меня утренний завтрак, это вот из разряда лучше я вулкан спрыгну. Я тоже не жаренок. Я сова. Ложусь поздно, встаю. А когда ребенок родить? Еще позже. Ну это уже со временем, тогда уже придется. Ксения, смотри. Очаровашка просто. Ксюша, ты взрослая девушка. Ты молодая. Ты могла бы быть уже мамой четырехлетнего ребенка. Поэтому контролируй. Эта мама тебя любит и живет ради тебя. Мужчина не будет тебя любить абсолютно любой. Если ты знаешь, что ты по утрам плохо выглядишь, значит, делай так, чтобы выглядеть по утрам хорошо. Если муж любит ранние завтраки, значит, ставь в будильник, сделай ему эти завтраки, если для него это принципиально. Он уйдет на работу, ты доспишь, если у тебя будет такая возможность. Понимаешь? Я как-то так лояльно к этому отношусь всегда. Мне даже спокойно как-то. Ты можешь даже и сам сготовить ей завтрак. Да запросто. Для меня все становится понятнее и понятнее, что сегодня невеста уйдет у нас одна, а потом ей будет 23-25. Ну, может, не одна. И еще внука про чем. И потом в программе у Лены Малышевой это называется «Как девственность разорвала мне мозг». Радик, я вот протестировала второго жениха другим способом, хотя заготовочка была другая немножечко. Ну, а тебя, собственно говоря, хочу тоже протестировать. Спой колыбельно. Вот как ты будешь внучья петь? Какую-нибудь колыбельно. Есть у нас вот отар колыбельная, называется «Элли-бэ-ли-бэ». Мы споем вместе, с вашего позволения, с друзьями. Ну, начинай. В первую очередь хотел бы, я прошу прощения. А что это такое? Объясни. Это национальный татарский женский головной убор, называется «Калфак». Да что это? А «Калфак» то есть по-нашему? Просто я по цвету подобрал, уж извините. Бордову, я считаю, подойдет нашей Ксении. И, соответственно, моей потенциальной тёщи. А в них что, спят или что? Нет, это просто, да, украшение. Видишь, он как надо. Моя потенциальная тёща. Так что я не зря сказал, Радик, у тебя появляется конкурент. Хорошенький колпачок. Вот должно быть вот так вот. Это немножко должно болтаться так. И кисточка должна вот так вот. Свисать. Да, в эту сторону свисать. Спасибо. Красиво. У нас есть ещё один. Ещё один? Музыкальный, с вашего позволения. Спасибо. Смотри, какой канал у него, да? Смотрит, и он на неё смотрит. Мне кажется, сейчас она выбирает между Равилем и Рэй. Спасибо большое. Спасибо, друзья мои. Проходите в комнату. Сейчас меня будут жевать. Радик, нет. Жевать не переживать. Хорошо. Ну, ты, конечно, волновался. Всё. Волновался, но что же теперь сделать? Нет, всё отлично. Ксения, а как тебе? Ну, мне возник образ такого ловеласа, потому что я знаю, как моей маме было трудно, когда она воспитывала детей, и пришлось отказаться от творческой профессии, от работы, и пойти, ну, просто, можно сказать, внизы. И я боюсь, что Радик не сможет отказаться от успеха, особенно в молодом возрасте. Ну, а почему тебе нужен мужчина, убогий, неуспешный, тот, который будет сидеть рядом с тобой с шести до утра? Я не говорю, что убогий, безуспешный. Я имею в виду, что ему придётся через себя переходить. То есть у него будет настолько много мероприятий, что у него просто не будет времени на меня. Правильно. Пусть будет успешный. Много мероприятий, много денег в семье. Пусть будет успешный в нефтегазовой промышленности, в строительстве. Мне хочется, извините, Новый год и так у нас не Новый год, он у тебя не 1 сентября, ничего это. А я хочу, извините, праздники и Новый год встречать вместе со своей большой семьёй. И не хочу, чтобы у дочки не было ни Нового... Новый год наступал 1 января, в лучшем случае. Нет, не хочу. Я тебе на завтра назначила свидание с чемоданом, да? Нет, я прямо после этой программы. Я без чего... Я тебе сама куплю зубную щётку, ночнушку и приодену тебя. Прямо ко мне сегодня же жить. Иначе замуж никогда не выйдешь, точно. Василиса. Если бы Радик родился на пару дней пораньше, я могла бы говорить о том, что есть крепкая совместимость. А сейчас пока, ну, гороскопы ваши сходятся не очень, но, конечно, очень красивый молодой человек. Я бы сказала, что его эффектная внешность, его кажущаяся вежливость не должны ввести тебя в взблуждение. Потому что молодой человек рисковатый. Как она увидела, что ты рисковатый, не могу понять. Да? Розакон. Через несколько минут мы узнаем, в какую из комнат пойдёт наша Ксения. Оставайтесь с нами. Нет, ну, просто я тебе говорю, с ним намучаешься, потому что он будет тебе говорить, ну, ты же понимаешь. Ну, там мы с девушками, ну, это моя работа, вот это всё, это моя работа. Тяжело очень. Знаешь, там, он встретил какую-нибудь, прости меня, Волочкову. Просто, понимаешь, если бы это был бы его не основной заработок, вот как я, например, пою, езжу и всё. Как бы хочу, выступаю, хочу, нет. А у него это основная работа. То есть ему сказали, езжай, значит, он должен ехать. Ну, что, девчонки, посоветовались? Ну, вы знаете, выбор был, было сделать очень просто. Единогласно решили. Ну, кто? Муравиль, конечно же. Конечно, он когда сюда зашёл, когда он Ксению провожал до места, от него прям вот веял надёжностью какой-то, спокойствием. Я думаю, он для тебя вот сам это. Да, подходите, добро. Ксения, а ты что думаешь? Я согласна с своими подругами. Мравиль лучший кандидат. Согласна или самой понравился? Нет, он мне очень понравился. Начинай принимать решения сама. Он мне понравился, потому что это именно то, что нужно. Слушай маму, мама плохого не пожелает, но уже начинай жить своими мозгами. Ну, Ксения, нельзя, ну что ты как маленькая девочка? Ну, не маленькая, ты уже взрослый человек. Если тебе понравился последний Радик, наплюй. Нет. Конечно, маме удобнее, чтобы все Новые годы, 8 марта, чтобы вы все вместе идти. А тебе, может быть, хочется вот от Радика рожать, у тебя его хочется целовать и рожать детей, похожих на него. Сделай один раз так, как хочешь ты. Потому что не с подругами тебе жить и не с мамой в результате. Он будет твой господин в хорошем смысле. Роза. Чего? Ничего. Ну, если честно, ну не такого взять я себе намечтал-то, в общем-то. Ни один вроде как под мой стандарт не подошел. Никто не пришел с трубой нефтяной на плече. Никто. Да, труба на краник не пришел. Краник нам тоже один. Правильно, и приметили, потому что у мамы первый вопрос, какая у тебя зарплата, сколько ты готов потратить денег. Меркантильность, конечно, да. Да, я не против Равильки. Не против. Ну, а с момента моего согласия до свадьбы, ой, как много времени. Ой, как много. Надо присмотреться. Ну, ничего, у нас есть, между прочим, клубы тем, кому за 100. И у нас есть, между прочим, Жихи и Невенцы, которым за 70. Поэтому у твоей дочери еще все впереди. Все нормально. С мамой договорятся. Они там долго будут догадываться. Ну, я, конечно, как астролог сказала, что лучше всех подходит Равиль. Я сразу дала ему характеристику определенную. Но хочу напомнить, что Равиль – человек, на которого давить нельзя. Поэтому тактика Розы, те, кто останутся в живых между сговором и свадьбой, позавидуют мертвым, я считаю, все-таки здесь неуместно. Это тот молодой человек, которому легко можно не то, чтобы спугнуть давление, а сделать несчастным. Роз, ты же не хочешь себе несчастного зятя? Я считаю, что и ты имеешь право на свободную, в хорошем смысле слова, любовь. И он точно имеет право, потому что без этого счастливым ему не быть. Хороший молодой человек. Послушай себя, девочка, послушай себя и свое сердце. Пойми, наконец, чего ты хочешь сама. Ты, Ксения, у тебя будет несколько шагов до одной из комнат, где, может быть, ждет тебя твоя судьба. Есть еще четвертая комната, куда ты можешь уйти одна. Поэтому вперед. Мы в любом случае тебя поддержим. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Наталья, 21 год, номер 3063. Спортивный тренер. Хочет познакомиться с заваятельным брюнетом, который разделит ее увлечение спортом. Алексей, 34 года, номер 3064. Владелец пиццерии. Ищет яркую и уверенную в тебе девушку, которая станет для него верной спутницей. Мы не знаем, выйдет Ксения одна или со сбранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. У нас есть пара Ксения и Равиль. А поздравит вас группа Five Star Family. Я за тобою по пятам, наши заоблачные дали. Я так любовью занята. Землю не чуя под ногами. А мне хватило пары фраз. Хватило пары твоих взглядов. Понять, что этот мир для нас. Нам большего не надо. Просто в этой жизни нет смысла для себя. И моя мелодия уже не моя. И свободы нет, как и нет причин, Чтобы быть одной, чтобы быть одним. Живу с мамой. С маменькой. А куда приведете эту девушку? Я просто не понимаю, как я к тебе мужчину еще привезу домой. Это как-то неправильно. Мужчина, который не спешит жениться, который не спешит развивать отношения. Сволочь, короче. Как это? Вот вам нужна дрянь, которая будет вам родной. Я звонила, говорю, я рожаю. А поделишься с нами, потому что мы такие голодные. Сами есть хотим.